Всем привет, мои хорошие, с вами Даша, вы у меня на канале YouTube, и сегодня у нас с вами в эфире самая женская тема, самое запрашиваемое видео за всю историю канала, и точнее самое запрашиваемое в пересъемке, потому что такое видео у меня уже было года 2-3 назад, это видео про мою коллекцию сумок. Я в хорошем смысле сумочный маньяк, я очень люблю разнообразные сумочки, поэтому, естественно, за 2-3 года, как вышло предыдущее видео, моя коллекция сильно изменилась, кое-что я продала, кое-что я приобрела новое, поэтому, если вы хоть чуть-чуть сумочный маньяк, как я, или если вам просто очень любопытно, тогда, конечно, оставайтесь со мной, продолжайте смотреть это видео, я уверена, что вам понравится. Я вам расскажу сегодня про целых 34 сумки, из которых большая часть это достаточно люксовый сегмент, то достаточно, это люксовый сегмент, это Шанель, Селин, Боттега Венета, Марни, Луи Бетон, Эрмес, бренды такого уровня, также будет большая часть среднего сегмента, это такие бренды, как Стоуд, Шримс, Реджина Пио и Ижи с ними, и будет также часть про сумки недорогие, у меня их немного, но поверьте, те недорогие сумки, которые я выбрала, то есть масс-маркет, они реально заслуживают вашего внимания, и одна из них до сих пор есть в наличии, поэтому, конечно же, давайте начинать, и начинать я буду с люкса, я разложила сумки немножко по брендам, и буду вам про них рассказывать, кстати, если вы не смотрели мое предыдущее видео про сумки, то обязательно посмотрите его, там есть многие сумки, которых здесь уже давно нету. Начнем мы давайте с вами с бренда Шанель, и начну я с самой своей малышки, это вот такая штучка маленькая, это Уолитон, чей называется модель, эта модель удобна тем, что у нее длинный вот этот ремешок с цепочкой, классическая цепочка Шанель, она, кстати, достаточно тяжеленькая, но за счет того, что сумка маленькая, от нее совсем не устаешь. Я, как видите, завязала на ней вот такой узел, так как сейчас такая длинная лента, она не очень в тренде, и ношу я ее вот таким образом через плечо, и она получается вот здесь где-то на уровне ребер, а не на уровне косточки на бедре. Я бы вам не рекомендовала сейчас носить сумки на уровне косточки бедра, потому что это смотрится не очень стильно, не очень современно. Скажем так, такой дизайн сумок пока что отошел далеко на даже не второй, а десятый план, поэтому если у вас позволяет ремешок вашей сумочки, завязывайте вот такой узелок. Что еще я могу сказать про эту сумку? Она очень похожа на свою классическую сестру, некоторые элементы повторяются, например, этот кармашек с улыбкой Мона Лизы, значок спереди, единственное, что она открывается на кнопочку, внутрь легко помещается у меня телефон, деньги, кредитка, помада, даже салфетки матирующие. Также от своей старшей сестрицы у нее вот этот кармашек, который карман для любовных писем, сюда хорошо помещаются, например, деньги, наличка, можно убрать сюда, достаточно глубокий кармашек. Еще один карман на замке, куда я убираю, к чему мне нужен более быстрый доступ, также есть отделение под карточки, но я ими никогда не пользовалась, потому что я карточку, например, всегда убираю либо в это отделение, либо вот в это отделение под замок, мне так спокойнее. А в основной отделении я уже сказала, что помещается. Очень могу рекомендовать эту сумку, она у меня уже не первый год, видите, по ширине она вот так вот расширяется, и в принципе, для вечера или летом, когда не хочется ничего с собой тащить, это идеальный мой спутник. Так что ставим галочку, обновлена Дашей. Следующее по количеству пребывания у меня в моей коллекции, это Шанель рюкзачок небольшой, он кажется черного цвета, на самом деле он шоколадный, возможно, на камере сейчас видно, потому что достаточно светлые настройки. Он темно-шоколадного цвета, он винтажный, я его покупала с рук, у него еще тяжелее вот эти цепочки, потому что раньше, видимо, они делались совершенно не полые и немножко другие по дизайну, знаете, если сравнивать с новыми цепочками, они гораздо тоньше. Здесь цепочки гораздо толще, и цвет золота, он прям такой насыщенно-медный, или же он от своего возраста таким стал, честно говоря, я не знаю, но мне очень нравится такой филинг вайп винтажный в этом рюкзачке. Он совершенно миниатюрный, абсолютно согласна, у него есть минус, например, для меня, по крайней мере, так как он был винтажным, что-то в нем отсутствует, и здесь отсутствует такая штучка, которая, знаете, затягивает вот эти ремешки и закрывает рюкзак. Да и даже если бы они затягивались, затягивался бы он не особо, потому что здесь упругая кожа в два слоя, и она не особо собирается. Поэтому я внутри него всегда ношу пакетик, то есть беру пыльник какой-то от обуви или от сумки, от черного цвета, и внутрь него все складываю. На самом деле никаких проблем, первый раз, возможно, как-то непривычно, со второго раз вообще все отлично. У него есть одно большое отделение, у него на донышке есть значок Шанель, спереди значков два, я делала отдельное видео про него, если вы хотите конкретно про него побольше послушать, про его историю, как он ко мне попал, то обязательно посмотрите наверху или внизу под видео будет ссылка. Да, кстати, если про какую-то из сумок было отдельное видео, я внизу списком пущу вам видео, которое вы можете посмотреть про каждую сумку отдельно, где я подробно рассказываю, все показываю. Я в этом видео не буду на каждой сумке останавливаться по 10 минут, а конкретно про каждую отдельно вы сможете посмотреть в специальных снятых уже видео. Подобный рюкзачок сейчас можно купить, например, на Vestir Collective, так как в основной коллекции таких маленьких уже давно нету. И да, на Vestir Collective я обязательно оставлю вам ссылочки внизу, и я, честно говоря, в последнее время вижу там в списке Россию, поэтому меня заставляет это думать, что они начали шипеть и в Россию тоже, что не может не радовать. И чем это видео отличается от видео всех остальных блогеров, которые рассказывают про коллекцию сумок? Оно отличается тем, что я внизу под этим видео вам даю ссылки на все сумки, которые я вам здесь показываю, но не только. Самое-самое главное, я даю вам ссылки на все бюджетные варианты на каждую сумку, то есть максимально похожие по настроению, по форме, по цвету. Я все для вас подобрала и оставила внизу в инфобоксе. Следующие две Шанельки попали ко мне одновременно, я их купила в один раз. Это вот такая Шанель Венити бокс, она повторяет форму старинных, как же это называется, это не шкатулка, футляров под косметику, под уходовые средства. Они открывались вот таким образом, замок в две стороны открывалось, и там было зеркало. Естественно, в формате сумки через плечо, ее немножко переделали, она также открывается в две стороны, но у нее не откидывается полностью крышка, а она открывается вот таким образом, у меня там что-то лежит, вот таким образом, как сумочка. Обожаю просто эту сумку, она настолько универсальная, она настолько хорошо со всем смотрится, она придает даже какому-то любому расслабленному луку некой строгости, именно в хорошем смысле, не как учительница в школе, ничего не имею против учительниц, но это именно в подсознании идет как строгий образ такой из детства, а придает некого строгого лоска такого образу, мне очень нравится, и я очень рада, что я взяла ее не в бежевом цвете с черной буквы, а именно в черном цвете с черной буквы, она не сильно бросается в глаза, но она все-таки есть. Мне очень нравится вот этот замочек в форме Шанель, он тоже очень эффектно смотрится, если он так выглядывает слегка из своего чехла. Мне нравится длина ручки, мне нравится, что отдельная часть ручки сделана кожей, а не просто цепочкой. Таким образом, когда вы ее носите, то вам не натирает плечо и не болит плечо, не оставляет следов, особенно летом, мне кажется, это очень актуально. И также, конечно, мне очень нравится, что у нее есть вторая ручка, вот эта. Я ее зачастую ношу именно так, а не через плечо, и вот эта красиво очень свисает вниз, смотрится очень стильно, поэтому, если вдруг вы сомневались про эту сумку, то я могу вам ее рекомендовать. Следующая сумочка тоже Шанель, это последняя из моих Шанелек, да, вы удивитесь, почему последняя, а потом расскажу в конце. Это Шанель Классик Флап в размере медиум. У меня была сумка в размере Джамбо, но я ее продала. Если вы не видели еще мое видео про разочарование Шанель, то обязательно посмотрите, тоже наверху или внизу дам ссылочки на него. И там я рассказывала как раз, почему я продаю и уже продала свою малышку, малышку, свою большую черную Шанельку. И вместо нее взяла вот ту черную и вот эту бежевую. Вот эта бежевая является полным повторением той черной, которая у меня была, но она в меньшем размере. Идеальный размер, потрясающий размер. Она шикарно смотрится как на плече, так и через плечо получается такая укороченная лента. Причем я помню те времена, когда я впервые, у меня еще не было денег на Шанель даже подавно, пришла в бутик Шанель и я начала спрашивать про сумки, начала просить меня показать, потому что мне хотелось визуализировать свою мечту. И знаете что? Мне не понравилось Medium. Знаете по какой причине? Потому что у нее была слишком короткая ручка, когда надеваешь ее через плечо. Но оказывается, дизайнеры Шанель знали за десятилетия до, что это станет трендовым. Что длинная ручка, оказывается, теперь не будет модной, что это не будет модно так носить, а будет модно носить именно так, вот на такой высоте. Поэтому, я не знаю, аплодирую стоя, ребята из Шанель. Как вы могли это предугадать? Я не знаю, но если это вышло случайно, то вам это, наверное, очень сыграло на руку, потому что вот эта сумка по длине своей ручки получается сейчас очень трендовой. Опять же, очень ее люблю, ни секунды не жалею, что купила и думаю, что продавать никогда не буду. Это вечная классика. Мне еще нравится, что у нее потрясающая фурнитура цвета белое золото. То есть она идеально сочетается как и с ярким золотом с украшениями и другой фурнитурой, возможно, на обуви, так и с серебром. Просто шикарная находка для шпиона. Это, кстати, был коллекционный цвет, он не в классической коллекции. И фурнитура белое золото, это тоже коллекционный цвет фурнитуры. Он не выходит на постоянной основе, поэтому их нужно выслеживать. И даже не каждый год выходит фурнитура белое золото. Так что я считаю, что я просто счастливица. И вот именно эта бежевая сумка смотрится гораздо дороже, гораздо изящнее с таким цветом фурнитуры, нежели чем с ярко-золотым. Я видела бежевую шанель с золотой фурнитурой, совсем не тот эффект, как от этой малышки. Дальше у нас с вами идет моя многострадальческая Hermes Constance. Очень тяжело она мне далась. Ну вот посмотрите. То есть я не знаю, настолько я выбрала свой цвет, вот даже в чем я сижу, она подходит ко мне идеально. Я никогда бы не могла подумать, что серо-голубой цвет будет подходить к большей части моего гардероба. Но вот эта сумка вообще опровергла все. И я счастлива все-таки, что я тогда долго сомневалась взять в серо-коричневом или взять в этом цвете. Я очень рада, что я взяла именно этот размер и именно этот цвет. В общем, это тоже такая вечная покупка. Я думаю, она навсегда просто останется в моем гардеробе и будет меня радовать. Сумка открывается вот таким образом. То есть горизонтальная часть буковки H от Hermes поднимается и внутри у нее два отделения. Она сравнима с моделью CELINE Classic Box, но она поменьше. Именно ближе к размеру CELINE Classic Box как раз идет Hermes Constance в большем размере 24, а это кажется у меня 18, если я ничего не путаю. Про эту сумку было отдельное огромное длиннющее видео, где я показывала все ее мельчайшие детали. Ну а сейчас просто скажу вам, что я ей безумно наслаждаюсь и с момента покупки я ни единой доли секунды не пожалела, что стольких усилий это стоило, что это стоило таких больших денег. Да, Hermes это сумки для коллекционирования, это сумки для того, чтобы идти с вами всю жизнь. И честно, я не особо понимаю, почему люди продают сумки такие, как Constance, Birkin или Kelly. Если только вы купили неудачный для себя цвет, тогда да. Но если вы купили цвет, с которым вы гармонируете, то мне кажется, с этой сумкой можно просто всегда идти рука об руку. Рука об сумку, точнее. Далее у меня рядышком с ней стоит вот эта сумочка. Это Gabriela Hurst, тоже, кстати, стоило мне трудов ее достать. Про нее тоже было отдельное видео. Это моя сумочка пельмешек, потому что она пельмешек. Ну посмотрите, она даже открывается, как пельмешек. Она вот таким образом открывается. Кстати, очень вместительная. Смотрите, сколько пространства открывается внутри. Так что эта малышка еще ого-го всем покажет. Я не получала больше комплиментов ни с одной сумкой, нежели, чем когда у меня в руках это. Вот серьезно. Я захожу в любой бутик, и девочки, консультанты, и главные менеджеры мне все, вау, девушка, где вы достали эту сумку, что это за бренд? И я всем рассказываю, показываю, говорю, как я ее где достала. У меня прям берут ее в руки, померить, покрутиться перед зеркалом, потому что действительно она вызывает восторг. Она очень необычная. У нее жесткая ручка, круглой такой цилиндрической формы, которую можно носить как в руке, так и можно носить на локте. Поэтому она очень удобная, вы можете повесить ее на локоть и вообще забыть. Форма у нее достаточно мягкая, но так как по периметру идет жесткий каркас, она ее не теряет. Она достаточно износостойкая, я ее очень много ношу, и даже не знаю, что еще сказать. Потрясающая сумка, очень хорошее вложение. Это уникальная сумка, она не продается нигде. Вот что важно про нее, кстати, сказать я чуть не забыла. Она продается только на официальном сайте Gabriela Hearst, и можно только встать в лист ожидания, потому что в общей доступности этих сумок нет. Либо же сделать, как я, не ждать лист ожидания, купить на Vestir Collective подороже, чем на сайте. Естественно, потому что тот, кто дождался, в свою очередь, он вам ее перепродает. Естественно, что-то должен на этом заработать. Это нормально. Поэтому не хотите ждать, можете приобрести на Vestir Collective. Или же, если вам повезет, кто-то будет продавать ее по себестоимости или даже ниже. Поэтому обязательно следите. Если я найду их в каком-то, в каких-то цветах, то дам вам внизу тоже ссылочки. Все как всегда. И на нее есть бюджетные варианты. Я точно это помню, что где-то я их находила, поэтому не забывайте проверять инфобокс. Далее мы с вами переходим к бренду Selene. У меня здесь три сумочки. Две из них абсолютно одинаковые. Причем про каждую... Ну вот пятнышко поставлю. А нет, это просто я ела мороженое. Ну да ладно, с ней все в порядке. Они одинаковые. Это Selene Classic Box, и я причем уверена, что это не последние две. Точнее, у них еще появятся старшие сестрички-близняшки в других цветах, потому что это одна из самых лучших моделей сумок, когда-либо выпущенных любым брендом на этом белом свете. Этой сумкой я могу восхищаться и пить ей оды вечно. Она удобна, она красива, она структурирована, выходит в огромном количестве разных кож. Она выходит в гладкой коже или gold skin, как моя вот эта розовенькая. Это вообще неубиваемая практически, есть еще более неубиваемая новая кожа Lige. Называется эта кожа по типу икры Chanel, только она идет не в точечку, а в такую небольшую полосочку. Смотрится очень интересно, и там вообще с ней ничего не произойдет, вообще невозможно с ней что-то сделать. Она бывает в двух размерах, в этом классическом, и есть мини-мини где-то вот такого размера. У меня недавно был шанс купить ее в сером питоне с золотой фурнитурой, и я его упустила. Пока я отвечала, она уже продалась, потому что она была у одного байера. Так вот, у меня есть вот эта в пудровом нежно-розовом цвете, и есть точно такая же в карамельном. Про каждую из сумочек было видео, где я подробно про нее рассказывала и показывала. Тоже ссылочки дам внизу, и да, вот эти сумки тоже, я думаю, что пока они будут живы, пока я их не убью, а надеюсь, что я их никогда не убью, они будут в моем гардеробе, потому что это такой стейпл, это... Как же это называется? Как вот стейпл перевести на русский? Скажем так, must have моего гардероба. Именно такая сумка с такой длинной ручки, такой формы, с такой именно состаренной фурнитурой, в ней все сошлось идеально. И для моих потребностей у нее еще и размер идеальный, то есть у меня в нее все, что нужно мне, помещается. Следующая моя селиночка, это вот такая селин-класс, и это, кажется, размер мини. Класс есть в классическом размере побольше, я взяла вот такую небольшую. Она, видите, складывается, как совершенно плоская сумка, но ее можно замечательно набить, потому что внутри у нее достаточно много пространства, донышко тоже немножко расширяется. Она закрывается на магнитную застежку, я, честно говоря, не помню. Мне кажется, я делала отдельное видео про нее, а может быть и нет. Постараюсь найти, в любом случае, внизу оставлю, если найду. Это тоже абсолютно нейтральная сумка, у нее нету никаких надписей, кроме маленькой-маленькой золотой надписи Селин спереди. Опять же, у нее длинная ручка, и ее именно модно. То есть это стритстайлеры придумали, как это делать и как это должно носиться. Так как длинная ручка, а сейчас она, опять же, не в тренде, ее стали все завязывать таким узлом и носить таким образом, практически под грудью. То есть вот на какой высоте она носится, смотрится это очень здорово, либо она красиво смотрится и тоже очень стильно. Если ее ручка намотана на руку, и вы ее держите вот таким образом, получается такой браслет-сумка. Тоже потрясающая вещь, и я думаю, что она будет со мной, пока она не издаст свой последний вздох, но есть вероятность, что это произойдет достаточно скоро, потому что кожа очень царапается. Вы, покупая эту сумку в таком типе кожи, это обычная их классическая гладкая кожа, вы должны знать, что она будет царапаться. И единственное, что хорошо, что эти царапины видны не под каждым углом света, а только под ярким освещением. Я как раз сижу сейчас с ярким солнышком снаружи, и я вижу прям вот серпом по сердцу каждую царапинку на ней, особенно сзади есть одна длинная царапина, но у меня чуть сердце не остановилось, когда это случилось. Я была у зубного и очень опаздывала, и вешала свои вещи на вешалку, и у меня из рук выпадает сумка, я ее пытаюсь поймать, и ногтем так... Это было больно, это было больно морально. Я вам сейчас покажу эту царапину, но это было очень неприятно. Вот даже на приближении вы можете увидеть, что даже такая огромная царапина, как та, она видна вообще не под каждым углом света, и это, я считаю, здорово. По этой причине она проживет немного дольше у меня. Дальше мы с вами переходим к бренду Marni. У меня две сумки этого бренда. Первая это Marni Trunk Bag. Это их классическая модель, которая выходит уже, я честно говоря, не помню сколько лет, но достаточно давно, чтобы я не помнила, когда она вышла впервые. У нее очень удобная ручка с кнопками, и вы можете сделать любую длину ручки. Я люблю носить покороче, как вы уже знаете. Вот примерно на уровне середины ребер. Вот здесь она у меня носится. Она у меня в такой полулакированной коже, то есть это лак не сильно блестящий, но, пожалуй, назовем это глянцевая кожа. Да, это все-таки не лакированная кожа, это просто глянцевая белая кожа. Отлично носится, царапин на ней нет, не видно вообще, даже если они есть. У нее очень много пространства. Видите, она сделана как аккордеон, и она всегда находится в расправленном состоянии, то есть она не сплюскивается. По крайней мере, я не знаю, как ее нужно заносить, чтобы она начала сплюскиваться. Открывается она вот таким небольшим механизмом снизу, и я сейчас покажу вам, сколько внутри места, вы обалдеете. Вот такое аккордеонище. В общем, очень вместительная, удобная сумка, особенно для поездок, для путешествий, или же, когда я беру с собой, например, маленькую влоговую камеру, какие-то еще вещи мне нужны, то я обязательно беру эту сумку, ее нейтральный цвет подходит ко всему. Ну, а вместительность говорит, мне кажется, сама за себя, поэтому тоже могу рекомендовать вам ее. Я не знаю, у меня есть мысли сейчас приобрести себе другую белую сумку, и если я ее куплю, то, возможно, эту я продам. Но продам я ее только потому, что другая белая сумка более актуальная на данный момент. Но не знаю, пока что я в раздумьях, и если я и буду ее продавать, то только из-за того, чтобы она не лежала. Я вам уже говорила неоднократно, я очень не люблю, когда сумки лежат без дела, когда они лежат и грустят, особенно если это дорогие сумки. Одно дело, если вы купили себе недорогую винтажную сумочку, об этом мы поговорим попозже, винтажные сумки здесь тоже будут, и вы ждете момента, чтобы она подошла к определенному луку. А другое дело, когда это вот такая базовая модель, и она лежит и не носится, я предпочитаю, чтобы она просто радовала кого-то другого, а не меня. Потому что, видимо, у нас с ней влюбленность прошла, если она стоит, и я ее не ношу. Я надеюсь, вы адекватно воспринимаете мои все вот эти словечки про разбитое сердце, про влюбленность прошла. Потому что, действительно, когда ты что-то коллекционируешь, а я, можно сказать, что коллекционирую и сумки, и обувь, эти вещи для тебя обретают какой-то иной смысл, что ли. У них как будто есть некая небольшая одушевленность. И я к ним тоже могу обращаться там, вы мои малышки, я там вышла вот с этой малышкой, вывела ее прогуляться. Это может звучать комично для тех, кому шоппинг совершенно неинтересен, кто вообще не знает, что такое шапоголизм, как им болеть, и как можно коллекционировать сумки. Ну, а если вы меня хоть чуточку понимаете, то я думаю, вы абсолютно адекватно воспримете все мои вот эти полушуточные выражения. Едем дальше. Дальше вторая сумочка Марни. И я даже внутри нее храню бумагу, чтобы она у меня держала форму, а я это делаю очень редко. Это бабушкин вот такой редикюль. И я безумно счастлива, что я его до сих пор не продала. Я даже выставляла его на продажу уже дважды, но мне не хотелось его продавать за недорого, потому что он слишком крутой, он слишком красивый, слишком уникальный. И за цену, за которую я хотела его продать, он не продавался оба раза. Я его в итоге сняла, кажется, с продажи, потому что вновь вернулась мода на бабушкины вот такие сундучки, клатчи, и я буду в этом сезоне его носить. Он классического бежевого цвета, с золотой фурнитурой. Он закрывается двумя вот такими камнями. Это одна из моих самых старинных сумок. Я ее покупала, когда еще жила в Милане. Я тогда купила себе две небольшие сумки Марни на скидках и клатч Боттега Венита, про который мы поговорим дальше. Кожаный, удобный, красивый. Я даже не помню, есть ли у меня какие-то видео с ним. Если есть, то я обязательно пущу по экрану. Если нет, то поподробнее про него, мне кажется, я рассказывала в видео в прошлом сумочном. Можете посмотреть там. Но у меня такие с ним теплые воспоминания, вы даже не представляете. Это было прекрасное время, когда я жила в Милане. И это были мои первые покупки, такие серьезные. Одни из первых заработанных денег. Это были уже заработанные деньги именно на... А вот сейчас-ка паузу. Нет, нет-нет-нет, ребятки мои хорошие. Да, это были одни из первых заработанных денег на блоге. Именно. Точнее, я уже не жила в Милане. Я уже жила там, где я живу сейчас, в Пресше. И я ездила в Милан на шоппинг. Это был сезон скидок. И я тогда купила два клатча Марни в один день. И купила Боттега Вениту клатч, классический, который до сих пор нежно люблю. И купила сумку Живанши. Это был бум просто! Какая... Как много было покупок! Четыре сумки люксовых купить за один день. Для меня это было что-то невообразимое. Кажется, тогда мне пришла оплата за какой-то большой контракт. И это было круто. Это... Я чувствовала себя такой счастливой, такой уверенной в себе, такой самореализованной на тот момент, что... Эта сумка стоит того, чтобы остаться со мной насовсем. Далее я уже начала говорить. Это клатч Боттега Венита. Он сатиновый. Кстати, это единственная сумка, которую я храню в пыльнике, даже на полке. Потому что мне кажется, что сатин собирает больше пыли, чем с кожи. С кожи легко можно стряхнуть, а в сатин она вся впитается. Так вот, ношу я его достаточно редко. Это выходной клатч, но ношу практически всегда на выход. Это клатч, от которого я схожу с ума от звука закрывания. Каждый раз про это рассказываю. Боже мой, это шикарно. Боттега просто какие-то маги делать красивый звук закрывания сумки. Это атласный клатч The Note в классическом размере. Сейчас он, кстати, вышел покороче и повыше, чтобы помещался iPhone Plus. То есть, если у вас высокий iPhone, то не берите такую сумку. Сюда влезает моя десятка, но не влезет iPhone выше. Он для меня достаточно вместителен. То есть, сюда помещается карточка, деньги, помада, телефон и даже еще какие-то мелочи. Мне за глаза. И на выход посмотрите, насколько он изящен, чтобы брать его с собой на выход. Вот у него идет питоновая окантовка и сам он атласный. Ну и, конечно, его название The Note идет от механизма закрывания. Он сделан в форме металлического узла. И только здесь, только сбоку выдавлено название бренда. Больше нигде брендирования нет. Да, есть внутри серебряными буковками, но это внутри. Снаружи нет ничего. Он абсолютно нейтральный и идеальный на долгие годы. Он до сих пор есть в продаже. И я думаю, что он из продажи у них не выйдет никогда. Возможно, они будут немного менять по сантиметровый формат. В зависимости от потребности женщин на данный момент, например, многие носят iPhone Plus. И видите, они подстроились и сделали его повыше и покороче. Поэтому могу рекомендовать. Считаю, что вот такой черный клатч, если у вас есть возможность, обязательно должен быть в вашей коллекции. Потому что, когда вы одеваете вечернее платье, самодостаточное, не хочется его ничем перебивать. Но и не хочется брать какую-то гладкую, совершенно неброскую сумку. Этот клатч идеальный. Он и элегантный, и добавляет еще большего шика образу, и вместительный. В общем, в нем одни лишь плюсы. Ну и звук закрывания, конечно же. Далее у нас с вами следующий клатч от Bottega Veneta. Это The Pouch. Я вот только буквально на прошлой неделе делала вам видео отдельное про эту сумку. Поэтому посмотрите его, если вы вдруг не видели, послушайте звук закрывания. Вот только это повторю. Ну разве это не шикарно? В общем, как я уже сказала, Bottega Анимаги делает шикарный звук закрывания сумок. Это еще одна сумка такой пельмешечек. У нее очень красивые складочки. Она добавляет очень изысканного лоска образу. И да, можете послушать про эту сумку в видео, которое пришло на прошлой неделе. А пока что я просто теперь приветствую ее в своей сумочной коллекции. Добро пожаловать, малышка. Я думаю, что у нас с тобой будет долгая и крепкая любовь. Далее моя единственная сумка от Louis Vuitton. Точнее, это рюкзак. Просто шикарный. Про него тоже было отдельное видео. Это рюкзак называется Palm Springs. У него мягкие лямки. Соответственно, его безумно удобно носить. И даже ручка у него мягкая. Просто шикарная вещь. Сюда влезает MacBook Pro 13. А это для меня было ключевым решением, потому что я искала себе рюкзак, чтобы можно было брать в путешествие. А в путешествие я всегда летаю с ноутбуком, поэтому это идеальный рюкзак просто. И самое главное, не только то, что у него помещается ноутбук, а то, что у него вот такие толстые лямки. И от них вообще не устают плечи. То есть удобство этого рюкзака зашкаливает все возможные уровни. Многие спрашивали, не вырываются ли ручки от тяжести. Вообще нет. Он проехал со мной полмира, и он в идеальном состоянии. Лямки не трескаются, кожа не трескается, канва не трескается. Все с ним просто потрясающе. Поэтому, если вы сомневались, не сомневайтесь, берите. Это будет ваш любимый рюкзачок. Далее сумочка, которую я беру достаточно редко, но почему-то не могу с ней расстаться. Это M2 Maletier. У нее слишком архитектурная, необычная ручка. И зачастую она подходит так четко, так круто к определенным образом, что я иногда думаю, блин, наверное, надо продать. Ну почему она все у меня стоит? А потом она подходит к очередному образу. Я думаю, нет, ну ради этого стоит того, чтобы она жила у меня. В общем, сумочка называется бренд M2 Maletier. Она открывается вот таким образом, достаточно вместительная, необычной, угловатой формы. Стоит, если ее поставить. И самая необычная, это ее ручка, конечно же. Ни с чем, ни с кем не сравнимая, ни у кого подобных ручек не было. Поэтому я ее очень люблю, ценю. У нее, наоборот, в отличие от многих сумок, идет вот эта часть мягкая, а каркасная часть, это передняя, задняя панель и крышка. Сейчас я их даже где-то видела на скидках, поэтому, если вам вдруг она запала в душу, тоже дам внизу ссылочки. Ну а моя малышка продолжает пока что жить со мной. Следующая же сумка. Я долго думала, долго рассуждала продавать, не продавать, потому что у меня с ней тоже связаны очень такие сентиментальные воспоминания. Да, и она очень удобная, чрезвычайно удобная. Я очень много ее носила, и она реально неубиваемая. У нее такая кожа, вы знаете, на ней виден весь вот этот узор натуральной кожи, то есть все поры видны. И таким образом эта сумка вообще не царапается. То есть можно вот так вот делать ногтями, она не царапается, потому что сверху она еще и слегка-слегка глянцевая. Потрясающе. Это проензаскулер, то ли PS1, то ли PS2 она называется. Внутри она тканевая, такого вот цвета серенького, и с серебряной фурнитурой. И да, я серебряную фурнитуру ношу очень мало, поэтому это еще одна из таких причин. Ах, девочки, если вдруг вы ее хотите, я вам ее отдам. По поводу приобретения пишите мне в директ в инстаграм с пометкой «Хотим приобрести сумку». Вот она во всей красе, очень универсальная. Это сумка почтальон. Опять же, модель этой сумки вовсе не устарела. Сумки почтальон носят и по сей день. И ручка у нее, кстати, не очень длинная. Она, ну вот где-то где заканчиваются ребра. Вовсе не на косточке. Поэтому про инзаскулер тоже в свое время знали, какую длину ручек делать нужно. Далее у меня две сумочки Yves Saint Laurent. И я думаю, что я готова продать их обе, потому что я очень долго жалела свою бархатную, но решила, что они висят, я их не ношу. А я не люблю, когда я не ношу сумки. Первая сумка это вот эта красная малышка. Она, как же она называлась? То ли блогер-бэг, то ли камера-бэг, что-то типа того. Она красная кожаная, внутри она красная замшевая. В нее хорошо помещается все то же самое. Телефон, кредитка, помада, все отлично влезает. У нее ручка через плечо, золотая фурнитура. Вот такая малышка, которая станет вашей спутницей. Тоже, если вам она интересна, пишите мне. И вторая сумочка Saint Laurent. Это вот такая вечерняя малышка. Она из бордового бархата, с такой тяжелой красивой золотой цепочкой. И с вот таким золотым хвостиком из золотых цепочек маленьких, которые идут от значка Yves Saint Laurent. Она мне очень нравится, но я не понимаю, почему рука тянется всегда к другим сумкам. И это тоже лежит без любви, точнее висит без любви, без внимания. А мне очень хочется, чтобы ее любили. Она в очень хорошем состоянии. Она не может поцарапаться, потому что она бархатная. Ну и я не так много ее носила, чтобы с ней что-то вообще произошло. Она отлично смотрится как с джинсами и рубашкой, и майкой. И будет придавать такого шика, лоска любому простому луку. Либо же она отлично смотрится с любым вечерним луком. И до сих пор они, кстати, продаются. То есть это актуальная коллекция. Еще одна небольшая сумочка, с которой я готова расстаться. Это Dolce & Gabbana. Леопардовый клатч. Тоже, когда я распродавала свои сумки в последний раз, я продала, кажется, три сумки своей Dolce & Gabbana. А эту оставила, потому что я думала, что нет, ну как так? Я расстанусь со своим леопардом клатчем. Но, опять же, он висит вместе с теми двумя малышками из Saint Laurent, и я его не ношу. И мне обидно, что он висит и не носится. Поэтому, девочки, кому интересно, тоже пишите. Он по типу Chanel Wallet on Chain. Он сделан как кошелек на цепочке. Очень тоже вместительный. Помещается все самое необходимое. И у него золотая цепочка через плечо. Если она слишком длинная, ее тоже можно завязать узлом. Так, сейчас, кажется, будет последняя сумочка из люкса, которую я продаю. И дальше мы перейдем с вами к среднему сегменту. Это Givenchy Pandora. Это сумка из вареной кожи, которую можно вот так сминать, и ей ничего не будет. Если вам нужна такая travel сумка классного кофейного цвета. Она была моей travel сумкой, пока не появился вот этот рюкзак. Я ее все равно тогда не продала, когда купила рюкзак, потому что мне ее было жалко. Она потрясающая, мягкая, удобная. И, к сожалению, я поняла, что я таскаю постоянно этот рюкзак, а эту малышку оставляю без внимания. В нее тоже влезает легко ноутбук. У нее много разных отделений. И если ее расправить, почему она называется Pandora Box? Потому что у нее, во-первых, миллион карманов, а во-вторых, она из совершенно плоской сумки, и когда она пустая, делается вот таким большим пространством. То есть внутри очень-очень много места. А скажите-ка мне, хорошие мои, мне интересно, вот я сейчас в середине видео это говорю, какая из сумочек вам нравится или понравится, возможно, я еще не показала больше всего, а какую вы бы 100% не купили. Мне очень интересно почитать ваше мнение на этот счет. Поехали дальше. Ой, средний сегмент. Начнем с бренда Stout. И это мои любимые ведра. У меня их несколько. Раз, два. Смотрите, у меня есть вот эта первая у меня появилась. Оно сейчас есть на скидках, кстати. Внизу оставлю ссылочку, кто ее хотел. На нее сейчас очень хорошие скидки в разных цветах, в разных размерах. Она еще вышла в размере мини, который поменьше, чем моя вот эта. Абсолютно удобно носится на локте или в руке. Как вы видите, я ее не продаю, потому что она до сих пор крутая. Несмотря на то, что основной такой пик на нее прошел, но ведерки все еще в тренде. И они еще долго будут в тренде. Бренды только набирают обороты с ведерками, постоянно придумывая новые модели. Поэтому вы еще запрыгиваете далеко не в последний вагон. Еще несколько лет вы ее точно поносите. Поэтому очень могу рекомендовать эту малышку. Также моя вторая сумка, которую я купила по тому принципу, что есть луки, которым не нужен никакой цвет и никакой цвет фурнитуры. Ни серебро, ни золото, ничего. Нужна просто черная сумка повседневная. Так у меня появилась вот эта лаковая ведерка от бренда Stone, которую я беру, когда ни одна, да, так бывает, ни одна из моих 33 других сумок не подходит к образу. Как? Как? Я думаю, как люди живут с тремя, с пятью сумками или с одной? Я прям, ах, как вы подбираете их к лукам? Я иногда, вот видите, из 33 не могу выбрать, с какой пойти, потому что ничего не подходит, точнее, не идеально. А вот это вписывается именно в те ситуации. Ну и сама по себе она очень классная. Я люблю ее минималистичный вот этот стиль. У нее, в отличие, кстати, от вот этого ведерка, у этого ведерка нет никаких затяжек внутри, то есть оно идет абсолютно пустое. Я внутрь него также кладу пыльник, который затягивается, и внутрь кладу все вещи. Здесь же есть вот такая затягивающаяся веревочка. И все, что вам нужно, вы можете аккуратненько закрыть внутри, и никто к вам туда не залезет. Моя третья сумочка от бренда Stout, это вот эта малышка. Это куплено в этом... Это куплено в этом. Она куплена в этом году. Я не помню ее название, пущу по экрану, как она называется. Открывается на кнопочку вот таким образом. Здесь у нее есть зеркальце, и у нее жесткая ручка, которая не сгинается ни вперед, ни назад, что дает ей такую красивую структурированность. Она выглядит как такая, не знаю, вазочка для цветов. Настолько она декоративным элементом смотрится. Но тем не менее, девочки, она такая вместительная. Я в нее помещала влоговую камеру, телефон, помаду, кошелек маленький, что-то еще. В общем, в нее, несмотря на ее небольшой вроде бы размер, помещается многое, потому что она как вместительный такой кубик. Очень рекомендую. И она тоже сейчас вышла на скидке, по секрету вам скажу. И пока что ее еще не везде разобрали. Внизу вас ждут ссылочки. Еще средний сегмент, тоже куплен в этом году, это Regina Pio. Вот такая сумка-салфетный бокс. Мне кто-то сказал, что похожа на коробку от одноразовых таких салфеток бумажных. На самом деле, форма похожа. Я не обижаюсь в том плане, что... Вы знаете, это круто. Это круто, когда дизайнеры инспирируются какими-то индустриальными, повседневными вещами. Почему нет? Получился такой крутой объект дизайна. Я эту сумку просто нежно люблю. И она из любого лука делает какой-то сюрреализм. Я не знаю, смотрится очень здорово. Ее форма тоже... У меня все спрашивают, что это за сумка. Я в последний раз была в Шанель, кажется, как раз, когда покупала вот эту малышку. И я пришла вот с этой сумкой. И пока я примеряла разные варианты сумок, и она у меня стояла просто на столе, наверное, девушек пять ко мне подошло и спросила девушку, они подскажут, а что это за сумочка такая? Некоторые вообще брали ее, думая, что это Шанель сумка, чтобы померить. Я говорю, так, нет, стоп. Это девочки моя. Так вот, она тоже, кажется, где-то есть на скидках. Если не на скидках, то просто на нее дам ссылочки. Обалденная вещь. И если вы любите вот такие необычные формы, лаконичные дизайны, более такой минималистичный классный стиль, то эта сумка точно для вас. Бюджетных альтернатив на нее, к сожалению, мне кажется, я пока что не видела. Но если вдруг найду, я всегда оставляю шанс, потому что ссылки я буду искать после этого видео. Если я вдруг найду, то внизу, конечно же, будет ссылочка. Еще средний сегмент, и эта сумка Shrimps куплена в прошлом году и сделана полностью из жемчужинок. Очень много ее носила в прошлом году, ношу продолжаю в этом году. Она абсолютно нейтральная, хотя она и такая яркая, шикарно смотрится как с вечерними образами за счет вот этого жемчуга, так и с повседневными. Вот на мне надет топ на одно плечо и джинсы, и я сюда легко возьму эту сумку, и она будет делать этот образ немного более нарядным. И форма у нее такая минималистичная, которая подходит тоже абсолютно ко всему. Она является собой такую коробочку-ведерко с жесткими ручками. На нее есть недорогие бюджетные опции, и на Asus, кажется, и на Mango, внизу дам ссылочки. Ну и на саму нее тоже. Ее, кстати, выпустили в огромном количестве разных цветов. Одна из моих последних новиночек, средний сегмент, тоже буквально две недели назад пришло видео. Это бренд называется Чилак. Это польские дизайнеры, и вот с таким широким ремнем сумка. Сейчас очень в моде, в тренде вот такой широкий ремень. И сумка в форме седла, такая слинга, слинг, слинг сумка. Шикарно смотрится. Я ее надевала буквально недавно с белым костюмом. Мне кажется, это видео уже вышло с моими луками, с вещами, которые я купила, с люксовыми вещами на скидках. И как раз с белым костюмом я надела эту сумку. Это было бомбически. Классический белый костюм сразу вот так вот стал модным, трендовым, современным, стритстайловым. Я бы так пошла на неделю моды. Вот настолько это круто стало смотреться все вместе. Да, про сумку я уже рассказывала в одном из последних видео. Ссылочка на это видео будет либо наверху, либо внизу. Далее, несколько полиционных сумочек. Во-первых, это вот такая от Манго, купленная буквально на прошлой неделе. Посмотрите, как она шикарна. Я уже в инстаграме показывала лучок с ней. Она смотрится необыкновенно круто. Выглядит она минимум как культ Гая, а максимум как какой-нибудь Лоэв. В общем, рекомендую. Плетение классное. Она жестко структурирована и красивой формы. Деревянные ручки. Потрясающая сумка. Также, чтобы ничего не выпадало внутрь, кладем нейтрального цвета пыльник. Белый, черный, смотря что он подходит под образ. Идем. Шикарная летняя вещь. Да, она стоит чуть дороже, чем классические все вещи или сумки у Манго. Но это ручная работа. Посмотрите, сколько труда просто в эту сумку вложено. И я уверена, что она будет служить мне не один год. И каждый год летом я ее буду постоянно выгуливать. Еще одна сумочка. Классическая абсолютно. Это классическое плетеное ведро. Родом из прошлого. Джейн Биркин часто появлялась с таким подобным видеорком. Я свое покупала, кажется, на Вестерр коллектив. Оно винтажное. И смотрите, какое оно крутое. Оно плетеное из таких достаточно широких прутьев. Подобное было в прошлом году в Топшоп. Если где-то есть в этом году, тоже дам вам ссылочки. Или если я найду похожие еще на Вестере, то тоже дам вам ссылки. Смотрите, потрясающая вещь. У нее крышка вот так привязана. Точнее, не то, что привязана, на кожаном ушке. И внутри она тканевая, хлопковая. И даже есть маленький кармашек. Так что, да, нежно люблю. И тоже выгуливаю каждое лето. И уверена, что не буду с ней расставаться. Осталось немного. Но раз я заговорила про винтаж, давайте закончим с винтажом. Вот эта сумочка. Вы еще ни разу ее не видели. Я ее купила, кажется, в прошлом году на Вестерр коллектив. Вы еще ни разу не выгуливала. Я жду, пока будет тот самый момент и тот самый лук. Она очень декорирована. Она декорирована бисером. У нее сама ручка бамбуковая. Она очень необычная. Она как такая небольшая книжка. Открывается она вот таким образом. И внутри она тканевая. Видите, до сих пор у меня здесь висит бирка Вестерр коллектив. То есть, я ее еще никуда не брала. Она стоила совершенно недорого. Мне кажется, я ее купила в пределах 50 евро. И для такой сумки именно к какому-то необычному луку, она ждет своего часа. Очень надеюсь, что дождется. Прям очень надеюсь, что это случится этим летом. Давайте ей пожелаем, чтобы это случилось в этом году. Еще одна необычная винтажная сумка, которая даже покрылась слоем пыли, потому что все она никак не дождется. Когда же, когда же я начну ее носить? Все мне кажется, что она меня как-то взрослит. Я думаю об этом, рассуждаю, но пока что ее еще никуда с собой не брала. Она в стиле немножко гуччи. У нее бамбуковая ручка, бамбуковая застежка. Она из коричневой кожи сделана. Вот такая большая вместительная малышка. Даже малышкой ее не назвать. В очень хорошем, в идеальном просто состоянии для винтажной сумки. Если вдруг она вам интересна, потому что я все жду, пока я ее куда-то надену. Но, честно говоря, она у меня уже, наверное, лет 5-6-7. Я не помню. У меня еще были длинные волосы, когда я ее покупала. И я ввела печатный блог. В общем, она у меня давно. И, возможно, кого-то она порадует прямо сейчас. Поэтому я еще не решила ее на 100% продавать. Но если вы ее очень-очень хотите, вот вы увидели ее и влюбились, обязательно напишите мне в директ в инстаграме. И мы с вами это обсудим. Вот она, поближе. Здравствуйте, товарищ Тигрочка. Я вас очень ждала. Очень. Как так вы пропустили целое видео. Целое видео в зале. Ну как? Где ты была? Ты спала? Ты спала, мой ангелочек? Мою зойку. Маленькая зойка моя. Привет. Привет, зрители Даши. Я вас тоже очень люблю. Давай, иди. Ой, забыла про еще одну плетеную сумочку. Это малышка от Kate Spade. Покупала я ее тоже огромное количество лет назад. Лет 5-6 точно. Открывается вот таким образом. Это желтенький лимончик с желтенькой подкладкой. И у него еще висит зеленый листочек сбоку кожаный, на котором как раз написано Kate Spade. Это единственная сумка, которую Лена Галант, моя любимая подруга, у меня тихо ненавидит. Она говорит, Даш, мне так не нравится эта сумка. Но это нормально. Это нормально. Мы даже среди подруг, то есть друг с другом, мы можем легко сказать, блин, Лен, мне как-то не очень нравится эта сумка. То есть она тоже мне может сказать, Даш, мне не нравится у тебя эта сумка. Это нормально. Когда вы не переходите личные границы, не оскорбляете человека, не говорите, фу, какой ужас, то это нормально сказать, мне это не нравится, это не в моем вкусе. Но если тебе нравится, носи. Вот это нормально. Вот поэтому учимся быть тактичными. Опять же, каждый год ее выгуливаю с какими-то летними платьишками, легкими, белыми, по большому счету, или же с желтыми, с зелеными. Смотрится очень свежо. И вы знаете, как я люблю лимончики, я уже продала свою Dolce & Gabbana с лимонами, с лимонным принтом, но оставила себе все-таки вот эту, которая в форме лимончика. Еще одна сумка, продажу которой я откладывала очень долгое время, но сейчас все-таки решила, наверное, пора ее продать, все-таки давно ее не ношу. Это Diana von Furstenberg, вот такая сумка-монетка. С одной стороны она золотая, с серебряной фурнитурой, с другой стороны она фуксия и нежно-розовая. Черная ручка открывается вот таким образом. Вы сейчас обалдеете просто. Если вы никогда не видели эту сумку, она открывается вот так, и здесь есть зеркало. И вот это ее внутреннее пространство, тоже помещается телефон, помада, документы, все, что нужно для такого недолгого выхода, не на весь день, очень эффектно смотрится. Если это ваши цвета, если вам она нравится, тоже пишите мне, обсудим. Ох, я не верю своему счастью последние две. Точнее, не то, что я не верю своему счастью. Я всегда радуюсь рассказать вам про все, обо всем максимально подробно, и порой мне кажется, что я даже борщу с длиной своих видео, и мне хочется рассказать быстрее, потому что я боюсь, что вы устанете от такого длинного видео, хотя мне очень многие пишут, что Даш, блин, ты, короткие видео, это вообще уже не ассоциируется. И многим нравится, что я делаю длинные видео, поэтому я надеюсь, что вам нравится смотреть его, несмотря на то, что вот это видео тоже по-любому будет часовым. Так вот, последние две сумочки. Это небольшой атласный мешочек в стиле The Row от бренда Manga, тоже я его нежно люблю, если вот так загнуть еще немножко уголочки, еще больше будет похоже на The Row. Очень неплохая сумочка, за свои деньги, сколько она стоила, по-моему, 20 или 30 евро. Обалденный маленький аксессуар. The Row стоит 900, по-моему, 80 атласный мешочек. И последняя сумка, это вот такой рюкзак с бахромой, многие у меня спрашивают, и потому что часто во влогах путешественнических он со мной, где его купить? Ребят, мне кажется, нигде. Я вам могу дать только ссылки на похожие, я его покупала миллиард лет назад на Луиза Виароме. Это был бренд такой необычный, который делает сумки из переработанной кожи, то есть он сделан не из готовой кожи, а из кожи, которую перемололи со старых сумок и спрессовали в новую. Это очень круто, это просто потрясающая идея, и даже по большей части я купила этот рюкзак за вот эту идею. А потом он уже стал одним из моих самых любимых. И да, ему очень много лет, он очень изношенный, хотя его можно легко мять вот так, это настолько универсальная классная кожа, и он все равно будет смотреться круто. В общем, это мой любимчик, никому не отдам, буду любить нежно, постараюсь для вас найти похожие варианты с бахромой. Кстати, еще скажу вам название бренда, вдруг вы его где-то сможете найти. Я не знаю, боже мой, хоть где-нибудь написано, какой он фирмы. Да, нашла. Леле че коко, леле ке коко, я не знаю, тут даже написано reworked leather, handmade from 100% recycled leather. Это круто, ребят, это реально мощно. Я надеюсь, что больше дизайнеров начнут об этом задумываться. Хоть я и ношу кожаные сумки, многие опять же задают вопросы, вот, ты же не носишь мех, почему же ты носишь кожу? Мой ответ на такие выпады в мой адрес всегда такой. Ребят, если бы каждый человек на этой земле начал делать хотя бы то, что делаю я, начал бы помогать приютам, начал бы есть всего лишь раз в месяц, раз в два месяца красное мясо, начал бы не носить мех, представьте, насколько лучше стал бы этот мир. Давайте хотя бы понемножку начинать что-то хорошее. В омут с головой это сложно, сложно стать вегетарианцем за один день, сложно отказаться от всех кожаных изделий в один день. Постепенно, я уверена, что рано или поздно я к этому приду, но сейчас я потихоньку провожу какие-то отказы в своей жизни. Вначале я отказалась от меха, это было уже достаточно давно, потом я начала помогать приютам, потом это достаточно недавно, где-то с год, наверное, я очень редко, точнее мы, наша семья, я и Федерико, мы красное мясо едим, в принципе, наверное, раз в месяц, в два-три и, пожалуй, только в ресторане, сами мы его практически не готовим. Максимум это может быть раз в полгода мы можем сделать бургеры, точнее Федерико, все. То есть, ребят, я надеюсь, вы поняли мой посыл, что давайте хотя бы начинать с малого, это уже будет хорошо. Вот, все, это все, что я хотела сказать. Будем на позитивной ноте заканчивать это видео, не хочу заканчивать его на негативной. Очень надеюсь, что моя коллекция сумочек вам оказалась по вкусу, возможно, вы подчеркнули какую-то интересную информацию для себя по поводу какой-то из них. С вами, как всегда, была Даша, не забудьте, что внизу ссылки на все, о чем я рассказывала и на все бюджетные варианты. Не забудьте поставить лайк этому видео, потому что я действительно для вас старалась. Это второй раз, когда я перезаписываю это видео. Второй раз. Первый раз я его записала и не выложила, потому что оно получилось на час двадцать. В этот раз, надеюсь, хотя бы на час. Все. Удачного вам шопинга, ребят. До скорых встреч. Не забудьте подписаться на канал. Пока-пока. Первый-первый немного странное включение. Я сейчас снимала уже другие видео и обнаружила, что не показала вам несколько поясных сумок. Они просто вылетели у меня из головы. Итак. У меня есть две совершенно недорогие от Манго. Одна из них вот такая змеиная. Вот. Она у меня, я помню, была в лукбуке Бенетон с нарядами на лето. Очень классная сумочка, очень стильная и очень достойно смотрится, несмотря на ее стоимость и на то, что это, если я не ошибаюсь, не натуральная кожа. Если они есть еще на сайте Манго, обязательно дам ссылки. И вот две остальные, они более изысканные. Это сумочка а-ля мешочек. Очень похожа на многие люксовые. Ее опции я оставлю и на люксовые, и на нее, если она все еще есть. Обалденная просто. Сюда также помещается телефон и все, что мне нужно. То есть мне все-таки чуть-чуть, но важно, чтобы самые мои важные, первые необходимости вещи все-таки помещались в моей сумочке. Сюда все влазит, и очень круто она смотрится. Тоже была в нескольких лукбуках, хорошо смотрится. И поверх пиджака, ой, я носила поверх пиджака Манго, так было красиво. И последнее, это мое самое давнее, самое первое, когда еще поясные сумки никто практически не носил. По-моему, это было даже до появления той самой знаменитой Гуччи. Я приобрела себе вот такую вот кожаную на сайте The Outnet. Я ее купила, она небольшая, но она очень стильная. Бренд называется Vanessa Seward. Если вдруг она или подобное на нее есть в наличии, хоть где-то, я вам дам ссылку. И как раз почему я вспомнила. Я готовила лук вот с этим платьем белым льняным Манго, и я подумала, блин, как круто было бы вытащить из него родной пояс и туда провдеть вот эту сумку. И именно в тот момент я подумала, черт, я ведь сделала видео о сумках и не рассказала про свои поясные. Так что вот, есть еще вот такая поясная, тоже была во многих моих лукбуках. Пущу по экрану, покажу, как она выглядит вживую в луке. Ну и раз уж пошла такая пьянка, я сейчас, опять же, как я уже сказала, готовила образы для других видео. И вспомнила еще про две свои сумочки, про которые я ни разу не рассказала. Купила я их на Asos. Одна из них сетка с кожаными ручками и кожаным рыжим клатчем внутри. Смотрится очень благородно. Клеить ним льняным, таким легким луком подходит просто обалденно. И вторая тоже сетка внутри, я, видите, даже бирку еще не успела снять. Внутри с холщовым таким клатчем и с пластиковыми ручками, которые похожи на янтарь. Там такое красивое размытие внутри них тоже выглядит очень достойно. Очень похоже на одну люксовую сумку с Neto Porte. Тоже дам ссылку и на люксовую ее модель. И на саму, если она вдруг еще есть на Asos. Я просто от них в восторге. Две такие находки, которые стоили мне совершенно небольших денег, а выглядят они на миллион. Все, на этом я точно заканчиваю. Люблю вас, ребята, еще раз. Пока!